всем привет меня зовут степан гершуни и в этом видео или возможно же серии видео мы поговорим о децентрализованной программируемой экономики цель этого видео рассказать о трендах о технологиях которые ведут к во первых adoption ловчейн криптовой 3 технологий во вторых к реальным последствиям для чего это нужно на что это влияет как это поменяет мир на планете в течение ближайших нескольких десятилетий мы поговорим о том почему эта тема актуальна прямо сейчас почему крипты в 3 технологий наблюдается такой большой рост мы говорим о том что такое стоимость доверия и как блокчейн и основанные нас на блокчейне приложение помогают решать эту проблему мы дадим определение в 3 и рассмотрим на посмотрим на разные аспекты того как в 3 работает ты же поговорим про дау и про тренды про то что произойдет в будущем что сейчас на что сейчас имеет смысл обращать внимание что является особенно актуальным давайте начнем сначала самого главного почему эта тема вообще актуально почему все это происходит я не буду делать упор на разные финансовые спекулятивные аспекты понятно что есть там причина роста крипто технологий или bitcoin или эфира или какого-либо токена просто потому что есть люди которые верят что цена пойдет вверх но в этом плане это ничем не отличается от любой другой ценной бумаги токена и пирамиды или любого спекулятивного инструмента на самом деле за этим стоит более фундаментальная причина и я бы сказал что этот тренд или даже мегатренд заключается в том что сейчас мир вошел в стадию редисентрализации глобальной экономики и это особенно остро наблюдается в четырех областях экономики в том как люди относятся к работе в том как происходит взаимодействие с данным с данными в том как происходит взаимодействие с деньгами и в том как происходит координация людей относительно решения каких-то общих задач или формирование благ на примере данных это очень хорошо заметно данные цифровые во первых все что могло быть оцифровано или уже оцифровано или в процессе оцифровки в этом есть очевидная выгода во вторых что уже само по себе ведет децентрализации во вторых данные демократизируется то есть доступ к ним становится более легким более дешевым или 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 даже бесплатным то есть то что раньше существовало только в закрытом контуре сервера фейсбука гугла и твиттера или какого-либо другого веб-сайта сейчас постепенно переходит в открытые протоколы такие технологии как self sovereign identity позволяют людям иметь возможности прямой контроль над своими данными а композабилити то есть возможность соединять данные из разных открытых источников открывает просто экспоненциальный рост для разных систем и приложений которые эти данные используют кроме этого происходит демократизация данных крипто рынок создал 3 триллиона ценности фактически ничего просто благодаря нескольким строчкам кода это деньги которые по большей части являются не цензурируемыми глобально доступными доступ к ним не требует чего-либо разрешения они не контролируются никакой единой организации типа центробанка и также это программируемые деньги что также дает возможность для значительно большего количества всяких юзкейсов которые могут построены поверх таких цифровых децентрализованных денег еще один важный тренд это демократизация работы мы видим здесь три таких параллельных вещи которые происходят которые ведут к тому что я здесь называю будущее работы или future of work с одной стороны была пандемия это застаза научила нас по камере людей очень многие специальностей работать из дома люди поняли что и на самом деле не важно находиться в том же городе или даже в той же стране где находятся их работодатели или где находятся их коллеги это дало рост и толчок к росту разных технологий которые подходят для удаленной работы таких как zoom или slack или escort с другой стороны это тренд который длится еще дольше значительное количество профессий переходит из позиции фултайм то есть полным рабочим днем в позиции фрилансерские и выгода фрилансерской позиции в том что в отличие от фултайм позиции где у тебя есть контракт у тебя четко определены задачи то должен каждое утро приходить в офис и выполнять то что тебе скажет как фрилансер ты полностью контролируешь свое время ты можешь работать над тем что ты хочешь что можешь работать тогда когда ты хочешь и не работать неделю или месяц или столько сколько тебе нужно если у тебя на это хватает деньги и ты выбираешь с кем вместе работать над каким проектом то есть у тебя есть полная свобода в этом плане ты сам выбираешь те проекта над которыми работать и фьючер форк это такая точка куда как раз вот эти вот три вещи соединяются на самом деле дау во многом являются таким первым примером то что мы называем интернет-нативе организации то есть организации которые в первую очередь существуют в интернете хотя они также могут иметь какие-то проявления физическом мире так как юридическое лицо или может быть там рабочее место в кворкинге но в первую очередь они существуют в интернете они как созданы для того чтобы ответить на вот этот спрос растущий спрос стороны как рынка труда так и вообще экономической эффективности создания компании поговорим о том что транзакционные фирмы компании изначально появились для того чтобы потому что внутри и транзакционные издержки внутри компании были ниже. Это то, о чем писал Рональд Коус еще почти 80 лет назад. И это было справедливо, и это действительно являлось последние 80 лет основой теории организации, теории фирмы. Однако сегодня постепенно это становится не так. Сегодня транзакционные издержки на открытом рынке могут быть ниже, потому что если тебе не нужно платить за офис, если тебе не нужно нанимать сотрудника, если тебе не нужно тратить 30-40 тысяч долларов, как сегодня Амазон или Фейсбук тратят на найм одного инженера, а ты можешь просто сделать DAO, куда люди по факту сообщества фрилансеров совместно работают над каким-то общим проектом, то ты на самом деле будешь выгоднее в экономическом смысле, чем какая-то компания, какой-то стартап или корпорация, которая пытается все это делать in-house, и все это делать в одном месте, все это делать в физическом офисе, и все это делать с людьми, которые работают исключительно full-time. Мы поговорим о том, что здесь есть плюсы и минусы, но в целом такая возможность появилась, и ей многие организации, сотни тысяч людей активно сегодня пользуются. И последний тренд, который очень тесно связан с тем, что я только что говорил, это демократизация координации. То есть мы видим, что в мире появляются интернет-организации, становится все больше, многие корпорации, которые были всегда исторически оффлайн, постепенно переходят в онлайн, многие организации просто появляются в интернете. Зачем тебе снимать офисное пространство, если у тебя есть сотрудники, не знаю, 10 сотрудников, каждый из них живет в разной стране, им окей работать из дома или с куоркингой, который находится рядом с их домом, и ты используешь, допустим, крипту и мультисикт для оплаты, выплаты зарплат, ты используешь какое-то говернанс решение для принятия решений, ты используешь токены для голосования или для того, чтобы на токенах построить бизнес-модель и зарабатывать денег. Это организации, которые открытые, они программируемые, и они по факту сегодня прямо на наших глазах изобретают новые формы координации людей между собой. Однако, конечно, все это довольно ранней стадии, все это не суперидеально, у этих организаций есть масса проблем, например, они относительно неэффективны, по крайней мере, по сравнению с существующими большими корпорациями, в них нету иерархии подчинения, что дает большую свободу людям, но при этом, если ты не можешь дать кому-то команду, то тебе значительно сложнее прогнозировать результат исполнения того или иного проекта, но, опять-таки, для этого тоже есть решение, и про эти решения мы в одной из следующих частей поговорим. Что это значит? В конечном счете, четыре вот этих тренда, демократизации работы, данных, доступа к деньгам, финансовым рынкам и координации, приводит к тому, что снижается стоимость доверия. Снижение стоимости доверия на открытом рынке повышает уровень координации на гранях, на краях вот этого графа. То есть вместо того, чтобы строить большие централизованные институты, постепенно эти институты проявляются в виде каких-то программируемых приложений или даже программируемых институтов, которые функционируют независимо, и которые не имеют вот этих вот дополнительных издержек от поддержания какой-то одной большой гигантской организации. Продолжение следует... Продолжение следует...